Девятого мая президент непризнанный Приднестровско-Молдавской республики Евгений Шевчук заявил, что Великая Отечественная война была временем, когда мы все были едины и защищали свою единую родину. И что он верит, что рано или поздно мы будем жить в единой стране. Насколько это возможно, какие трудности и варианты решения есть сейчас, рассказал накануне ТВ политолог Ростислав Ищенко. Приднестровье не имеет общей границы и между ними на данный момент находится территория государства, которая позиционируется как прожебная отношения к России. Второе, Приднестровье до сих пор признает всеми, в том числе и России территорией Молдавии и таких событий в Осетии или в Абхазии пока не происходило. То есть оснований вдруг резко изменится и позицию у России нет. Поэтому сейчас как минимум общая международная обстановка, международные обязательства России не мешают ей непосредственно включить Приднестровье в свой состав. Все части когда-то разорванной страны так или иначе будут стремиться к воссоединению, уверен Ростислав Ищенко. Приднестровью постоянно угрожает дестабилизация со стороны Молдавии, есть угроза экономической блокады со стороны и Молдавии, и Украины. Кроме того, существует риск и социальной дестабилизации. Но главная проблема не в этом. Приднестровье сейчас самая крупная проблема, это проблема его легализации. Но что-то оно существует в формате, не писанного государства. Ростислав Ищенко уверен, Россию и Приднестровье объединяет необходимость последней выжить. И сейчас есть, по крайней мере, один инструмент воссоединения республики с Россией. Его результат появится не скоро, но он выше политики и геополитической ситуации. Для начала существует такой механизм, как Европейский экономический союз. Причем заявлено, что Россия в перспективе рассматривает его, в том числе и в качестве политического объединения. Если мы рассматриваем гипотетическую интеграцию Приднестровья в эту структуру, то через нее Приднестровье может фактически легализоваться как субъект международных отношений и как субъект, что наиболее важно, международных экономических отношений. Это интеграционный проект, который напоминает, ну, если не Советский или Европейский Союз, то, так или иначе, является в том числе и политическим объединением. Вот это один из механизмов объединения бывших территорий Советского Союза. Когда они вначале в рамках таможенного, потом Европейского экономического союза создают эти экономические структуры общие, потом на определенном этапе любая экономическая интеграция начинает диктовать необходимость интеграции в политическое, когда они переходят к созданию вначале квази государственного, а потом, в общем-то, конфидеративного государственного объединения. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануни ТВ. Подписывайтесь на канал Накануни ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...